Здравствуйте, друзья! Наверное, уже все видели, какие печальные физиономии были у Путина и Собянина в день светлого праздника Воскресения Христова, Пасхи. Почему это остается только гадать за пару дней всего лишь навсего до инаугурации? Возможно, он что-то предчувствует. Мы тоже, украинцы, что-то предчувствуем до российской инаугурации Путина, в частности, в Крыму или в окружающих водах. Так вот, почему? Возможно, все потому, что в России у Путина, у этих чекистов, это гибни, все перевернуто, все наоборот. Они антиподы людям, у них Пасха с кислыми рожами, день победы добра над злом, они с кислыми рожами, зато день победы, так называемый, когда погибло 27 миллионов только советских граждан, это праздник с гулянками. Они потом порадуются на шабаше во славу миллионам предков, загубленных во Второй мировой войне союзничками Гитлером и Сталином. Там будет и песни, и пляски, и смех. Вообще, когда чекисты изображают из себя христиан, это тоже может их очень сильно фрустрировать и напрягать. Это как крокодилы пробуют, например, играть южу, притворяться южиками или зайчиками. А для Путина и таких, как он, РПЦ просто средства для достижения целей, кровавых, кстати говоря. И их, скорее всего, вот так кособочит очень часто от лжи. Потому что для Плебса нужно создать видимость, а настроения у Путина нет. И ему нужно играть чужую роль, натянул маски, через которые просвещается их настоящая физиономия. Возможно, им где-то кто-то посоветовал из советников, что в церкви нужно делать скорбную физиономию. А так они один язычник хант, поклоняющийся медведю, а у второго вообще ни веры, ни чего, ни совести и так далее. Кстати говоря, о путинской вере рассказал бывший член Сената Италии Фабрицио Чичито. В «Карьера д'Авсера», известнейшей газете итальянской, он рассказал, как президент в России Путин, представьте себе, убил на охоте двух косуль, лично вырезал ножом у убитого животного сердца и предложил его съесть Сильвио Берлускони. То есть это был такой метод вербовки навсегда, многолетнему премьеру Италии. И вот этот Чичито представлял в верхней палате итальянского парламента, ту же партию, которую и Берлускони вперед от Италии. И по словам Чичито, о этом действии Путина рассказал ему сам бывший премьер, которого та охота, как сказал этот Чичито, заставил засомневаться в человеческих качествах президента России. «Владимир показал мне жестокий характер, которого до этого я не представлял», приводят Чичито слова, сказанные ему в Берлускони. Сама история произошла в 2013 году, во время отпуска на даче у Путина. Можно это все, ну вот в деталях, как это все. Кстати говоря, не впервой он любит таким образом Путин всячески выводить на грань людей, испытывать их и управлять страхом. Габня габней, короче. Точно так же он, кстати говоря, на Меркель натравливал собачонок. Это их методы такие. Вот как пишет этот итальянец. «Путин предложил пойти на охоту. Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль. Застрелив обеих, он удовлетворенно посмотрел на меня, то есть на Берлускони, и сказал, сегодня я предложу вам потрясающую еду. Держа в руке нож, он спустился вниз по склону, чтобы подойти к животным. Затем он извлек у одного из них сердце. Мужчина из его эскорта достал деревянный поднос, дал его мне и положил на него кусок кровоточащего мяса. Меня вырвало», цитирует Чичито, рассказ Берлускони. Раньше все смеялись над этим соловьем, российским ГБшным комментатором, который рассказывал, что они там морды умывали кровью, в том числе Путин. Но после такого рассказа, скорее всего, этот вброс этого соловья был потому, что... Ну, собственно говоря, потому что это могла просочиться информацией, и нужно было превентивно дискредитовать. Наверное, поэтому. Почему же Путин такой еще мрачный? Ведь сейчас все грозит, российский МИД грозит, российской Минобороны угрожает, проводит ракетно-ядерные испытания, в том числе с тактическим ядерным вооружением. Они все со скорбными мордами. Возможно, в церкви иногда происходит просветление. Двое задумались о своем неизбежном будущем. А возможно, им батюшка сказал, что в пост не только оленей, но и человеков, то есть людей кушать грех, и они расстроились. А может быть, они уже мысленно в Гааге сидят. Вообще, физиономия таких людей, они всегда мрачны под грузом преступлений. Как-то Путин сказал, что счастливые люди ему кажутся безумными, безумцами. Как это можно быть счастливым? Вот в такой травмированной ситуации он вырос, таким травмированным, искривленным. Сформировался, и он не знает, что такое счастье, что вообще люди созданы для счастья. А тут им под грузом преступлений не до веселья. Тем более, что они главари. Ну, Собянин так себе на подхвате. Хотя на месте супруги, как сказать, первой леди, он уже появляется не впервой. Собянин как первая леди. Да, кстати говоря, Путин думает и о своем физическом конце, который неизбежен. Вот, например, Навальнисты сегодня показали чудесные видео, которые они каким-то чудесным образом достали из дворца Путина. Но я думаю, что какой-то охранник слинял за границу и продал им за это, за хорошие денежки. Ну, вот, и обеспечил себе какую-то там старость, да, на старость. Я думаю, что таких историй, если бы из России был свободный выпуск всех людей, их было бы гораздо-гораздо больше. И вот там показали, что Путин, во-первых, боится очень смерти. В нем, в одном из помещений, находится криосауна. Его тело кратковременно охлаждают до температуры минус 110 градусов. Старикашка думает, что такая процедура продлевает молодость его организма. Вот, и, соответственно, ничего не радует, никакие угрозы, никакой ядерный пепел не радует Путина. Все эти долгое запугивание, этот весь цикл такой, очень, кстати говоря, выверенный, которым он пытается воздействовать то на одного европейского лидера, то на другого, то на американцев не очень. Правда, на них это не действует, у них своя дубинка побольше намного. И чтобы сломить решимость Запада в отношении Украины. Но радости нет, возможно, радости нет, потому что сегодня в Европе, в частности Франции, был руководитель Китая Си Цзиньпин, который сказал, что Китай будет искать пути решения конфликта, ну то есть пути окончания войны между Россией и Украиной, будет искать не с Россией, с которой у них вроде бы какое-то неограниченное партнерство, а с Францией. То есть вот такая вот история. Это могло расстроить, конечно, Путина очень сильно, потому что Китай может всю путинскую конструкцию экономики вообще помножить на ноль в любой день просто решением таможенных органов Китая. И никакое, и больше ничего, и российской экономики больше не существует. До такого он до руководился. Может быть, расстроился Путин из-за того, что Европейский Союз с ним наконец расшевелился, Европа расшевелилась. И вот сейчас у них, в частности, будет производство. Американцы до конца, ну через год достигают выпуска 100 тысяч снарядов в год. Вот, ну это где-то миллион двести тысяч. Это все еще меньше, чем Россия, кстати говоря. Ну, американские снаряды, они немножко точнее все-таки. И еще ситуация с Европой. В Европе будет гораздо быстрее достижения таких масштабов. Даже они опередили каким-то чудом Америку. И, соответственно, сейчас происходит форум оборонной промышленности в Брюсселе. 140 оборонных фирм, 25 европейских стран будут помогать создавать Украине вооружение, чтобы это не было постоянной зависимостью от поставок. Вот, и, кстати говоря, Боррель сказал, что европейская оборонная система может предложить многое, но она также может и многому научиться Украины, когда сказал о украинских инновациях в беспилотниках, в беспилотных системах. Да, кстати, сегодня украинские беспилотники потопили катера. По-моему, два даже российских. Один уже показали на видео, возможно, покажут и второе. Как тут не расстроиться Путину и не стидеть с такой физиономией? Потому что он пытается всех запугивать, а что-то оно не получается. Пора Кремлю заявить, что появление морской пехоты США в Геленджике будет считаться прямой угрозой. А вообще эта история с этим дворцом, это, конечно, шик просто. Да, там, кстати говоря, возможно, поэтому Путин расстроился, что в Геленджике больше нет зала для стриптиза и казино, но зато есть часовня, представьте себе. Уже старый Путин, не до стриптиза ему. А груз преступлений огромен, и он его множит, множит, множит. От одного преступления бежит к другому, к следующему. Иркутская область горит, Свердловская мерзнет. Нижнегородская тоже мерзнет. Оренбургская тонет. За что это? В день Пасхи, да. Кстати говоря, еврейская Пасха по поводу кар египетских, которые сменялись одна за другой за отказ фараона отпустить народ израильский. На свободу. Let my people go, если вы слышали такую песенку. Возможно, Путин понимает, кары неизбежны нам за преступления. Вот такая вот история. Но физиономия, конечно, и такой мрачняк. Пришел на Пасху праздновать человек. Не знает, что особенно у православных, кстати говоря, христиан. Пасха — это основной день, основной праздник. Даже больше, чем Рождество, чаще празднуют. Поэтому, друзья, наверное, что-то в этом есть. Ну, а сейчас я хочу вас попросить поддержать одну мою знакомую. Ирина Шевченко, одесситка, 54 года. Представьте себе. И как и два предыдущих года она встречает на Донбассе военнослужащим Вооруженных сил Украины. Представьте себе, 54 года, женщина на Донбассе, два года. И вот она хочет победы, чтобы все из его подразделения возвращались из боевых заданий и собирает ночник для медицинской эвакуации или на рации, и аккумуляторы для пехоты. Потому что пехоте тяжело. Вот. Поэтому счет я оставляю внизу. Счета Ирины Шевченко. Вот таких героических женщин и мужчин в Украине много. На них все остальные должны равняться. С Богом, друзья! До перемоги! Субтитры создавал DimaTorzok